вчера что это такое это это будущее киберспорт ребята будущее киберспортом недолго ближайшее будущее им дарского так я во время турикой рассказывал здорово ребят звуковые команды не будут работать на время этого турнира пару часов в общем короче такие дела она как-то вы их не в кассу прям вставляете когда они идут в пошла доставочка это у нас оффлайн ивент ребят во франции когда идет собственно турнир идет он в театре на 300 мест посадочных на 300 зрителей типа кинотеатра это игры который там обычно фигачно это промо ролик на что такое ультин декатлон вообще сам по себе назначается 10 игр рандомно течение недели спидранером рандомно выбирается игра и они ее тренируют сначала вслепую идет гонка если кто-то ее уже знает эту игру то ему повезло если не знает он будет тренировать всю неделю и в конце недели в субботу вот сегодня суббота вот в это время идет турнир среди лучших чуваков которые набрали больше всего очков в подготовки спидрана очки считаются очень замысловато зависит от того насколько быстрый в эр и от в эра когда ты подготовил время и все равно ран с обмениться иначе начисляются очки людям соответственно четверо лучших гоняются какой сэр вы чё косов реквест ну блин ребята мы блин турнир и ивент делаем или чё или song реквесты ставим мы же не просто сидим пердим у нас живем сейчас будет алё какой сэр сэр будет потом после после ивента соответственно сегодня у нас будет игра турнир по игре истории about my uncle офигенная игра больше напоминает спидран напоминает очень дифраг мод в кваке все также быстро такие же распрыжки такие же такие же прикольные и быстрые сегменты в общем пазы позырите если не знали что это за игра соответственно стартует новый сезон это уже шестой сезон ультим декатлона сейчас идут у нас отборы равнов четверо лучших в октябре 27 числа как вы видите заставки будет финал проходить и будет финал в оффлайне проходить где во франции на стадионе как я уже говорил офигенная тема соответственно ждем начала ивента вот они четверо четверо состязателей нас было соответственно выступать там может вообще любой человек я тоже могу подать заявку до сих пор кстати заявки открыты потому что очков можно набрать вот только начался в апреле считайте сезон сейчас третья игра идет из 10 соответственно на дистанции можно будет набрать гораздо больше очков даже если позже по турниру пришел и попасть на финалы вот абсолютно рандомный абсолютно рандомный список игр выбирается он у меня есть инсайдерская инфа но я ее не скажу конечно же потому что это нет смысла вот так что готовьте булки сегодня будет весело сегодня будет весело готовьте булки охереть я залил короче разбор dark souls 3 мирового рекорда там блин это бешеное количество просмотров за три дня и кушев дизлайков вообще просто трындец шли бы они в баню за что дизлайки то что за люди что за люди ждем начала гоночки ребят все запасаемся чайком сейчас идем на чайок забираем вообще это формат очень крутой турниров ребят офигительно крутой формат когда ты когда раннеры готовят несколько игр подряд я считаю то что это будущее реально киберспорта когда заранее определяется список игр говорится раннером за там три месяца до ивента например они начинают готовить все эти игры и тот кто на дистанции подготовил все игры лучше и быстрее больше очков соберет тот и тот как бы и чемпион понимаете офигенная тема надо конечно возможно будет оформление получше потом придумать пригласить нюка комментировать тоже будет ник вроде не против сейчас мы нюка и спросим там стримит вроде еще может залетит но не надо заранее подготовиться короче как раз таки на следующей неделе поедем с нюком на ивент надо будет поговорить с ним обсудить нет сегодня не пьяный стрим все нормальный стрим она скажет стрим пьяный для зрителей понимаешь для некоторых смысл в спидранах а мне игравшему в dark souls интересно смотреть но понимаешь тебе интересно смотреть тоже не все игры не все игры и ты понимаешь вот даже соус допустим ты знаешь dark souls я тоже когда блатборн прошел посмотрел спидран по блатборну и охренел потому что я знал как я играю я знал как я мучился на некоторых боссов потом я смотрю спидран где просто боссов нагибают в очкотелу прям просто унижают просто унижают я такой блин что а так можно было серьезно и вот у многих тоже есть игры детства например в один там какой нибудь или что-то в этом районе какие-нибудь ретро игры и они тоже помнят как они мучились как они вагонили а потом чувак просто берет и проходит твою любимую игру в которую ты мучился и вагонил так вот на изичах ёб твою мать это вы думаешь как же так то аладдин да 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 у гитмана в чате напиши так забанец ну вот и короче это такие дела ну и за что мне допустим нравится почему мы договорились с ребятами кстати ребята из франции придумали это французский event организаторы французы супер классный event ребят супер классная идея мы с ними списались сговорились и вот теперь у нас официальная русская ретрансляция есть на русском языке это это я пока что в лице только меня но это только пока потом ко мне при женится еще много народу я надеюсь будем делать классные ивенты и смысл в том что ну это разнообразие ну и сам формат допустим 24 на 7 марафонов он сам по себе папец моста спасибо за пол он сам по себе не очень потому что ну блин ты не можешь сидеть и аутировать 24 на 7 сидеть пердеть смотреть ивенты все все равно смотрят только есть конечно такие люди кто-то бешеный просто ну и с организаторской точки зрения это накладно очень неважно а вот тут прям супер здорово раз в недельку турнирчик замечательно болеем на виверну блин надо и выключить что мужик не орал есть те у кого нет жизни да есть есть такие раз два пяти хаточка пассивный дружище пассива пассивища много лаги идут лаги ой 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 я надеюсь я надеюсь мы зафиксим если проблему если они будут так ребят я надеюсь сейчас пофиксится эта проблема я написал о том что тут есть немножечко немножечко глюки я надеюсь что сейчас это все закончится на 1 2 так ждем пока начала ребят водички все запасайтесь чайком запасайтесь этими с масками там и так далее игруха вообще реально офигенная история of my uncle ребята на очень прикольная я ее давным-давно видел и недооцененная игруха для спидрана реально очень прикольная и в отличие от всех вот этих благотворительных марафонов на самом деле на ультим декатлон пока что выбирают реально офигительные для турниров игры которые реально примут прикольно смотреть которые круто играются а если не успел проснуться уже коньяк откупорил понятно ясно с тобой так дайте-ка я попробую переоткрыть видос что-то мне это не нравится попробуем переоткрыть да хорошо вроде моя все переоткрыл нормально ребята все хорошо вроде как хорошо стану красиво блин кофе с домашним аморетто вы чё да вы батенька элитка я бы сейчас тоже кофейку знатного бахнул бы но к сожалению некому сварганить сварганьте мне кофейку пожалуйста так и не трезвей не трезвей дружище зачем трезветь так и иди на работу или не иди ну готовится готовится ребят чего вы начинаете сейчас все будет видите показывает одно и то нам бы конечно сделать что-то тоже подобное со студией было бы прикольно ну ладно надо короче обговорить это все дело будет прикольно будет будет круто какая игра будет история of my uncle ребят тему стрима прочитайте пожалуйста прочитайте пожалуйста тему стрима кому я это рассказываю в 50 раз объясните мне бле бле ба 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 так же окошечко под закрою ребят ждем я думаю надо как-то подоформить будет интересно видео рядочек потом будет но я думаю что чё-то лишнего сюда в плане свою морду какую-то пихать или чё-то вебку какую-то чё-то такое я думаю я думаю лишнее если нас будет больше больше одного человека то можно две выпки тогда сделать который комментирует в общем решим потом технически подумаем это пока только первый пробный тестовый запуск так что вот такие дела так вот рассказываю еще немного про ивент ребят про ивент много рассказываем значит сначала идет в середине недели у нас когда игру открывают соответственно и игру никто не знает изначально какая будет игра из раннеров за только организаторы вот соответственно как только игру назначают идет гонка вслепую она не считается ничего такого нету потом дается время людям на подготовку они готовят игру скидывают результаты и начинается определенное количество поинтов за то как они прошли насколько медленнее в эра или ну там и так далее может кто в р поставил такого пока не было и после этого выбираются лучшие и они в конце недели на турнире бегают им еще поинты начисляются потом по итогам пройдут квалификации отборы уже в сентябре когда все подготовят раны подготовят игры и среди них собственно выберут сильнейших четверых и они будут уже в оффлайне биться за главный приз 10 игр 10 игры здорово алексей как дела когда дружище а ты оказывается на второй уровень подписка оформил за десятку а я такой это я думал ты на два месяца там второй уровень спасибо тебе дружище я так и не понял просто чуть затем а вообще у нас дон ребята вчерашнего дня просто мега дон поэтому уважение ему указываем жаль я сейчас не подключал пока аудио команды попозже не все сегодня будет только одна игра это история of my uncle и омазами на следующей неделе не будет турнира к сожалению точнее к счастью потому что меня тоже не будет это перепил вчера немного ничего страшного ты не один такой был вчера так что все хорошо он раз-два уже начинает сегодня продолжает так что нормально все и через неделю будет другая игра открыта вслепую значит смотрите уже три игры было точнее это третье было две игры две игры были сейчас я вам скажу какие это шаул найт к сливания area of sorrow area of sorrow соответственно мы тоже оффлайн потом в записи посмотрим эти игры турнир этих игр и разберем тоже 12 мая то есть сегодня будет анонсированы 4 и 5 игра которым тоже нужно будет готовиться людям соответственно есть время ребят есть время подготовиться у людей на следующий тур а следующий тур кстати у нас будет по расписанию согласно расписание только 24 мая 24 мая поэтому у нас конец мая кстати очень тоже плотненький будет там и турнир по платборну и декатлон наш все здорово будет красиво все будет здорово продюсер здорово продюсер хентай продюсер ну ребят блин я либо комментирую либо участвую в турнире одно из двух понимаете другого не дано комментировать мне нравится больше чем участвовать хотя и участвовать тоже мне нравится но если не я это буду делать то кто понимаете понимаете мне же интересно же не пропустить посмотреть понимаете вот такие дела ждем пока ребят ждем что там накладочки какие технические скорее всего ну бывает такое может кто-то не пришел не дружище топ-комментаторы конечно топ-комментаторы ох надо он добил все-таки первое место mexican runner красавчик красавчик mexican runner врагов не то слово не то слово блин ну вчера весело было весело благо я вчера не так много рипнулся раз подряд так что нормально все давайте я расскажу вам немного про игру которая будет сегодня что такое вообще истории about my uncle это это игра очень красивая игра кстати ребят я не буду как бы говорить что это за игра что там надо делать вы увидите но очень важно обратить внимание на то то что в спидранах используется изменение настроек и нишников файла который в конфигуратор на конфигурации гривле и ты принудительно ставишь максимальное и минимальное количество фпс 31 это делается для того чтобы когда ты подберешь ботинки космические ботинки которые тебе позволят летать немного ты будешь пролетать немножечко большее расстояние то есть будешь дольше лететь совсем чуть-чуть но это решает в некоторых моментах это единственно что стоит обратить внимание потому что все остальное это чисто технические моменты вот нам показывает таблицу участников рэй эей жанте what's up рэй гайс эй гайс thank you ха 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 о ма гад Ребята, у нас френдлий рейд, давайте защищайте канал, там все такое. Thank you so much guys, thank you for the event, idea is great, idea is insanely great, and we just, we don't want to miss it, I bet my community want to see that. Hi guys, thank you so much, thank you so much. Oh, friendly, friendly raid, you guys awesome, thank you so much. Да ладно, что можете сморчей просто кидать, ну не сморчи, а просто сердечки спамить тоже, потому что у нас вообще дружеская атмосфера, это спидранер, спидранерская комьюнити, оно само по себе супа френдли. Да, кстати, если кто не знает, у нас есть официальный рестрим, это спид гейминг, это раз. А два, это основная трансляция, ребята, тоже обязательно зафоловьте, потому что я, если вдруг не смог где-то, да, что-то, и кто-то хочет подтянуть французский язык, обязательно, обязательно залетайте вот сюда. Вот это, вот это основная трансляция. А есть еще спид гейминг, рестрим англоговорящий, англоязычный, это вот здесь. Соответственно, вырывайтесь, господа. Так, давайте теперь меняем игру на истории of my uncle, сток-шоу. To rebout my uncle, точнее. Да, конечно, нормально онлайн, а ты что хотел? Ну, блин. Ну, ребята, это же только я сейчас запускаю, у нас же вообще неизвестно, что там куда как, понимаете. Это сейчас первый, первый тест и выпуск, потом надо все будет отработать, доделать, плюс следующий, второй ивент, я думаю, мы будем уже комментить в команде. Я хочу нюка подбить все, он вроде как не против, все основную, всю основную геморрой я уже сделал, поэтому, может, что и Гитман присоединится. Ну, у Гитмана, как бы, у нюка там есть время будет, там во время упирается. Может, вату, кстати, позовем, точняк. Надо еще ватника позвать, будет зачетно. Будет зачетно. Сейчас подтянутся, надо еще, кстати, это, сделать, анонс в группу. Забыл в группу анонс сделать. Да, нюк красавчик, кто спорит-то. Ой. Ну, и, соответственно, я буду приглашать всяких гостей разных. И, кстати, возможно, даже русскоязычных спидраннеров по той или иной дисциплине. Но, к сожалению, это больше надо делать как шоу, а не как рассказывать, а-ля Вот он сейчас сделал такой вот скип, и он cool story просто. Это самое скучное, что я смотрел когда-либо, ребята. A story about my uncle game. Oh my god. Они еще и тизер подготовили, ребята просто красавчики. Вот так вот выглядит, ребята, игруха. A story about my uncle, в которую сейчас мы будем смотреть спидран. Есть три категории, кстати. No fling, fling и bind fling категория. Я объясню потом, чем они отличаются между собой. Но, скорее всего, у нас будет категория no fling. Я надеюсь, что это будет. Вау, 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 найс. Мега-найс. Все, понеслась, ребята, понеслась. Соответственно, у нас сейчас будет аж 8 участников. Поехали. О, они, кстати, начинают с первого уровня. Интересно. Вообще, кстати, воркшоп скипается. Изначально вообще в играх. У нас все участники сейчас. На всех есть поток. Но у нас будет сейчас основная джанта. Кстати, я даже не знаю, кто это такие. Это не основные участники спидранов. Но, тем не менее, они учили. Вот. Все начинается с того, что мы приходим, короче, в мастерскую к дядюшке. Дядушка куда-то пропала вообще. И находим костюм. И ворота. И такие, ух ты, нифига себе. Заходим в ворота. И попадаем в нереальный мир. Вообще, как бы, изначально у нас в фидранах скипается мастерская. Ее можно скипнуть. Ну, так или иначе, у нас джанта пока фаворит. Лидирует у нас. Красиво. Ну, и таймер начинается с минуты 42 изначально. Потому что, ну, учитывая то, что ты скипаешь мастерскую. На мастерскую у всех всегда одинаковое время уходило. Это минута 42. Сейчас посмотрим по таймеру, сколько получится. Получится ли минута 42. Ну, с другой стороны, конечно, чтобы полностью игруху посмотреть, то стоит все-таки посмотреть воркшопы. И вот эта установка, ребят, которая дядюшкина из мастерской, она тебя отправляет куда-то вообще в другую вселенную. Игруха сама по себе просто охренительная. Просто охренительная. Может быть, как-нибудь даже пройдем на стриме. Я надеюсь, нам звук дадут людей. Вот у нас уже девилд приземляется, начинается гоночка. Очень технически сложная игруха, ребята. Сейчас по страточкам нам показывают, как они прыгают. Но нам желательно один экран какой-нибудь, конечно, было бы здорово, если бы я тоже мог переключаться. Вот этот скипчик здесь очень важно попасть на вот эти столбы, которые стоят. И пока тебе не дали способность притягивать себя в начале, ну, очень технически неприятненько так. Как вы видите, это чисто вот дифраг в кваке. Абсолютно дифраг мод вот этот, когда проходит карта на скорость. И смотрится очень красочно и очень красиво. И казуально тоже очень прикольно играть в эту игру. Красивая игра в фоуне, там все на уровне. Все-таки нам показывают джанта. Вот он подбирает как раз-таки установку, которая тебя притягивает. Сейчас и начинается вообще аврал по страточкам. Все-таки они играют no fling категорию. Fling это переводится как запустить себя, да, куда-то вбросить. Есть в этой игре такой баг, скажем так, когда ты можешь себя реально запустить в космос, нажав при этом одновременно кнопку притягивания и прыжков вот этих всяких различных. Есть два вида прыжков. Это когда ты вдаль прыгаешь, себя проталкиваешь. И когда ты проталкиваешь себя вверх, высоко. Вот, соответственно, там все ты одновременно нажимаешь и притягиваешь себя. И тебя запускает просто в космос реально. И я очень рад на самом деле, что не эту категорию у нас показывают. Показывают категорию no fling, потому что джанта, к сожалению, сейчас зафейлил немножечко. Бывает. Пришлось растартануть на чекпоинт, откатиться. Отлично. Дивилтифа у нас, кстати, реально впереди сейчас. Хорошо очень ранит. Это, если кто не понимает, это сейчас реально гонка у нас идет. Они готовили все это время, готовили эту игру для того, чтобы ее спидранить сейчас. И вот у нас соревнование мужиков среди восьми раннеров идет. Между ними переключение настроено, все хорошо. Соответственно, любая ошибка будет откидывать тебя на чекпоинт, который ты взял. Вот этот чекпоинт, это вот этот символ рун, который сейчас у нас внизу был показан. Он только на вот таких платформах валяется. Вот он вот так вот выглядит. Соответственно, сейчас у нас тоже идет такой второй уровень игры. И он, кажется, сейчас не попадет на этот камень. Да, замечательно. Есть у всех предметов в этой игре, точнее у всех объектов, у них есть определенный цикл. Они движутся там по кругу и так далее. Если ты двигаешься настолько медленно, что ты не попадаешь в цикл, то тебе либо приходится ждать, либо вот как сейчас у нас лидер нашей гонки отъехал. Бидран, кстати, у нас тоже очень сейчас вот в этом моменте прям по пятам преследует лидера. Хотя мы не видим всех шестерых участников, поэтому может быть кто-то и уже обогнал. Вот, соответственно, если ты не успел в цикл, то тебе приходится ждать, терять время, либо все-таки помирать и загружать чекпоинт. Вот, как вы видите, он себя запускает вперед. Это длинный прыжок. Костюм. Кто бы хотел такой костюм себе? Попадает в out of bounds. Это, кстати, пофигу, потому что он кат-сцену прокнул, он прошел уровень. Но без разницы. Начинается следующий уровень. И в следующем уровне мы встречаем девочку, которую я не помню, как ее зовут, к сожалению. Но она знает нашего дядю. Учитывая то, что она знает нашего дядю. И говорит, что я тебе помогу, как его найти, куда он отправился, я не знаю, и так далее. И она идет с нами. Она показывает сейчас. Все NPC-шки, кстати, очень похожи и очень страшные. И нам вот сейчас крупным фланом показывает глазище. Ран по времени занимает где-то 27 минут. Но учитывая то, что здесь не мега-MLG, могут быть факапы и так далее, то возможно будет поменьше. Соответственно, у нас несколько потоков, будет несколько участников, несколько групп партий. Потому что там участников больше 40. Нам показывается только шестерых сейчас. Точнее, восьмерых. Они побили, соответственно, по 8 человек группы. Несколько групп. Вообще, 2 часа где-то ивент будет. Среди них выберут лучших, как бы по поинтам начислят. Соответственно, пока что идет такое. Изначально раннеры не знают сейчас, что за игры будут дальше и так далее. У нас игры откроют только сегодня, попозже, какие будут в дальнейшем. Здорово, здорово, Турчан. Здорово всем, ребят. Так вот, соответственно, в игре, я так и не рассказал сюжет игры, мы приходим в мастерскую, видим, что дядя куда-то пропал, вообще фиг узнает, где его нет. О, кстати, Дэвил Тифов все-таки опять зафейдил. Находим костюм, попадаем в этот мир, в эту вселенную и просто тупо ищем дядю сейчас пока что. Ну, скажите, реально прикольная игруха для спидрана. Очень зрелищно смотрится. Ну, и технически она далеко не простая, ребята, далеко не простая. Надо, как всегда, к биндам привыкать и так далее. У нас прям спидран на пятки просто наступает Дэвил Тифи. А Жанте тоже, кстати, она показывает трех лучших пока что. Что он реально очень хорошо, очень хорошо, и прям на пятки наступает. Прикольно. Здорово смотреть, когда гонка рассчитана на большее количество людей, чем два человека, потому что наверняка кто-то ведет очень тесно и близко. В плане, если Дис сюда попадет, Дис сюда попадет, ему скажут, вот игра такая-то, готовь спидран. Он будет готовить спидран по этой игре, как и все. У всех одинаковые условия. Тут просто назначается игра, как сюрприз. То есть, ты не знаешь изначально список игр. Они назначают две игры. Вот сегодня назначат две игры, когда будут следующие гонки. По каким? Эх, спидран зафейдил. Сбидран. Соответственно, все, вот у тебя две недели сидишь, готовишь две игры. Потом проходит сначала вслепую, как бы, гонка. А потом комьюнити рейс, ивент, а потом турниры. Вот так вот, турнир, который сейчас идет. Среди всех участников. Так, ты смотри, основной экран. Нам показывают лидера, как правило, чаще всего. Либо те, которые рядом здесь есть. Вот здесь очень жесткий сегмент сейчас. Вообще, по казуальненькому прохождению ты здесь не должен находиться. Видите, здесь темно, здесь стенка, вот у меня не получилось сейчас. Ты по этой стенке можешь пролететь. Он, скорее всего, пошел казуальным путем сейчас. Нифига не видно. Ну, не одно из них, а первая неделя одна гонка. По одной игре вторая неделя другая гонка. Ну, и мне здесь нравится то, что здесь система начисления поинтов очень грамотно продумана. Прям супер четко. Надо будет выложить гайд, наверное, обзор, что это вообще такое, как это смотреть, что вообще делать. Потому что многие люди не понимают пока что, что там как. Но на самом деле, четыре экрана, это нормально, нормально смотрится. То есть, ты смотри за основным экраном. А вот эти можешь отвлекаться, где-то посмотреть что-то куда там как. Конечно же, тяжело смотреть такой ивент по той игре, которую ты не знаешь. С другой стороны, всегда приятно что-то новенькое изучать, правда? Ну и, собственно, технически здесь никаких элементов новых страток нету. Здесь просто сейчас у нас идет прохождение. Я вам объяснил уже все, что только можно объяснить в этой игре. Самое главное это то, что в этой игре, как я уже говорил, в конфигураторах, файлах конфигурации прописываются настройки максимальное значение фпс и минимальное 31. Это сделано для рокетбутсов. Сейчас у нас будет глаз червя, когда открыт глаз, нельзя двигаться. Как только глаз закрывается, можно валить. Причем спидраннеры сейчас гораздо быстрее двигаются, нежели чем NPC объясняет это. Сейчас концовочка левела будет. Да, 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 как минимум пару месяцев. А потом по результатам вот этих 10 игр определится четверка финалистов, которые в оффлайне будут гонять на ивенте. И, соответственно, среди этих четверых будет потом выбираться победитель. Ну, соответственно, нам надо будет только сделать немножечко все покозырнее, чтобы настроить. Потому что сегодня только тестовый, тестовый запуск. Соответственно, следующий запуск будет уже получше все сделано с моей стороны. За кибер диван. Так, долететь бы сейчас есть. Долетел, хорошо. Вот тут вот, кстати, очень классный левел, потому что ты здесь разгоняешься нереально быстро. Посмотрите, как он реально просто... Он летит по уровню. За киберреспект. Киберкотлету ему. Золотую киберкотлету дадут победителям. Кибертрон. По-любому. Жаль, конечно, качество трансляции у раннеров. Немного оставляет желать лучшего. То есть, но сама по себе игру очень красочная, кстати. Если кто не в курсе. На каких минималках? Это Человек-паук на максималках. Ну, нет, сам по себе графон такой в игре, такого плана, но... Ой, не долетел чуть-чуть. Ну, просто немножечко FPS смазанный, да, и разрешение экранчика не такой гладко, как должно быть. Вообще, графон не такой приятный, мультяшный. Ну, единственное, что лица персонажей, конечно, только не очень. Как мы видим, у нас три основных есть лидера сейчас в этой иконке, которые на одном уровне находятся. Остальные все ребята маются там где-то глубоко-глубоко еще в пещерах темных. С глазом вот только один разобрался сейчас. Ну, очень неплохо идут ребята сейчас, я вам хочу сказать. Учитывая даже количество фейлов, практически нету фейлов просто. Ну да, где-то там не долетел. Ну, бывает, что. Вот здесь, кстати, он потерял времечко. Зацепиться, зацепиться. Если кто не в курсе, ребят, до тех пор, пока у тебя не подсветился прицельчик, то ты не можешь кинуть паутину свою энергетическую. Вот, кстати, с бедра сейчас нашел ботинки ракетные, ракета-ботинки, которая дает тебе возможность лететь некоторое время. И настройка выставляется в 31 фпс, максимально-минимально, в инишнике. Как раз таки из-за того, что ты можешь лететь дольше по фреймам чуть-чуть с помощью этой настройки, с помощью вот этих ракетных ботиночек. О, нам звук дали. Красиво. Есть. Да, в игре есть звуки, ребят, если что. Нам просто их не дали. Рект-ботинки. Да. Даже погромче сделаю вам звук. Соответственно, каждый раз, когда вы коснулись потом поверхности твердой, вы можете использовать ботинки еще раз. Огонь. Ну, скажите, аж офигенно просто игра для спидрана. Я даже подумываю о том, чтобы, ну, может быть, поранить ее немножечко. Ну, и когда люди казуальненько играют в эту игру, у всех синдром потных ладошек, потому что, ну, прикиньте. Ставь плюс в чат, если бы тоже хотел бы так полетать на такой установке. В таком костюме. Сейчас будет запуск. Ага, ракета-носители полетели. Очень быстро идет. На самом деле, ничем не отличается от человека, который VR, как бы, поставил. Кроме того, то, что, ну, у чела с VR, у него фейлов не было. Конечно, есть. Вот мы сейчас добегаем до еще одной деревни, которая находится здесь. У всех дирижаблей здесь летающие. Здесь это, типа, новая раса какая-то, да, такая вот, которая до этого не открыта была. Дядюшка нас, наш непростой чувак оказался, инженеришка, level over 9000, который вот попал вот в этот мир, нашел его. И так далее. Здорово, Марч. Очень хорошая сейчас скорость она набирает. Вот это, кстати, самые классные уровни для просмотра, потому что они очень быстрые. Скорость можно быструю набрать. А в отличие от ледяных пещер, которые, это как следующий уровень, будут ледяные пещеры, они, ну, не такие красочные, динамичные. Надо сейчас толкаться будет с ракетой. Не долетал он никак вообще. Ой, чуть не зафейлил. Ну, и как я говорил, у всех объектов есть определенный цикл, с которым они движутся вокруг, ну, там, каких-то, вот, я не знаю, летающих островов, либо что-то такое. Если ты не успел, то ты опоздал. Вот сейчас, соответственно, нам нужен дирижабль, будет еще катсцена. Дирижабль будет нас отвозить в ледяные пещеры. Это следующий уровень. Как раз, который вот прямо, прямо по курсу. Когда закончится катсцена, можно себя будет убить, и уже не важно, из какой точки, но ты полетишь, переместишься. Даже если ты на дирижабль не успеешь, не сядешь на дирижабль, как в Вове, например. Если ты спрыгнул с дирижабля, то все, тебе надо нового ждать. А здесь нет, здесь ты пропнул катсцену, поболтал с этим страшным, невыспавшимся мужиком, как у меня глаза, жест. И тебя точно уже переместит на следующий уровень, сто процентов. А девочка говорит то, что, вот, кстати, девочка, она все это время была с нами, у Капа, с этими страшными зубами. Она говорит то, что я останусь здесь, я не видела ничего подобного, ей очень нравится этот мир, красивый город и так далее. И она хочет остаться здесь, не пойдет искать нашего дядюшку. Дядюшку пойдем мы искать в Соляндру. Давайте к названию еще игры придираться, вы че. У нас три человека, ребят, три человека идут ноздря в ноздрю. Моники контролят организаторы турнира, это основные, это наша достопочтенная французская трансляция, основная. Обязательно, ребята, обязательно подпишитесь на основной канал, если вдруг я не успею сделать какой-то ивент. Тут мы, кстати, в оффлайне будем тоже разбирать очень много всяких ивентов таких. Это основная трансляция, подпишитесь обязательно на канал, ребята, обязательно подпишитесь. Эх, Девил Тиф опять зафейл. А нет, он себя убивает, это же он на дирижабле. Он нам как раз показывает то, что я рассказывал, что на дирижабле можно не успеть. Видите, дирижабль типа без нас уехал. Эй, подождите, такой говорит. Но у тебя все равно это пэшнет. Это я извиняюсь. Вот сейчас у нас интересные стратки будут на ледяном уровне. Кстати, очень много интересных страток, которые можно зафейлить. Например, сейчас вот с бедран он делает фишку такую, которая называется Double Rocket Jump. Называется. Когда он в Out of Bounds улетает, касается статичной поверхности и может использовать ботинки ракетные еще раз. Второй ахерстрим. Тут Декатлон, турнир, турнир, ребята, турнир по истории about my uncle. За кибер-котлет у ребят сражаются. Ну и как вы видите, от казуального прохождения спидран очень сильно отличается. Ох, не чуть подзастрял сейчас джанты. Текстурки. Вбахался. За кибер-котлету, конечно же, я бы участвовал, ребята. Золотая кибер-котлета мира. Слушайте, это здоровская идея, кстати. Назначить приз вместо кубка реально кибер-котлету давать. Золотую. Прикольная тема. Если я буду организовывать турнир, я обязательно кибер-котлету сделаю. Вместо кубка какого-то пососного. Игруха офигенная. Советую всем поиграть. Историй about my uncle. Возможно, мы даже на стриме, кстати, поиграем в нее как-нибудь. По спидраням даже, возможно. Очень, не очень, не очень динамичная игруха. Напоминает реально дифраг из кваки. Супер-красивая. Слушайте, ну видно большую разницу, на самом деле, между раннерами. Кто-то, по ходу, делал ноу-лайфер. Прям сидел, тренил игрухи. А кто-то прям работяга. Работал, работал. Вот мы нашли сейчас костер нашего дядюшки. С вещичками его некоторыми. То есть, уже недалеко до дядюшки осталось, кстати. Ну, как я говорил, 27 минут обычно спидран занимает этой игры. Соответственно, у нас первый раунд, скорее всего, будет за спидраном. Он очень хорошо идет. Дэвил Тиффа чуть-чуть отстал. Джанта вот прям очень близко с ним идет. Нереально. Но с бедра у нас мощный, мощный раннер. Вы прикиньте, насколько раз-два вчера в слюне был, что он даже не помнит, как Турчан ворвался. Капец. Эпик. Эпик диалог. Ну и сама по себе, кстати, игра тоже очень атмосферная, ребятам. Обузит немного с бедра на здесь страточки. Когда ты в небольшой аут-офф-баун залетаешь, где-то не должен быть. Ну и даже не аут-офф-баун, а просто поверхности такие там есть. Куда встать, чтобы у тебя разветнулись ботинки ракетные. Здесь нужно, кстати, кристальчики по сюжетке зажечь. Сейчас он будет несколько кристаллов зажигать. Раз-два это не кореш, братишки. Это просто раз-два. Это наш раз-два. Наш кореш. Ну, он, кстати, не поджег сейчас этот кристальчик один. Ну, я думаю, что он дальше, тогда еще у него будет возможно. Сейчас куча кристальчиков будет. Еще один ему надо поджечь. Вот тот, наверное, зажжет тогда. По сути, без разницы. Да-да-да, это трейлер на фоне идет. Музычка. Вот, собственно, с бедран, кстати, у нас уже все прошло, игру считайте. Потому что сейчас он пропнет дядюшкой. К дядюшке подбежит уже. Вот сейчас будет дядюшка. Нашел дядюшку. С бедран уже нашел дядюшку. Вот найдет финальная кат-сцена. Потом еще будет уровень опять с мастерской, когда он телепортнет отсюда. А, значит, дядюшка такой, о, здорово, как дела? А такой, дядюшка, где ты был? Он говорит, я тут тусил, типа, исследование проводил, кристаллов и все такое. Помнишь те яйца, которые там были у меня два? Капа Прайд. Вот. И, собственно, я их здесь оставил, а они вылупились. И тут прям живут, типа, существа. Теперь это была не заселенная планета, а теперь это прям супер заселенная планета. Ну и так далее. Вот. И, собственно, нам показывают страшное лицо профессора дядюшки, бородача. Ватник-русак, чисто, собственно, персоной. Посмотрите на это лицо. Это ватник-русак в очках. Инфа сотка. Ну и вот. И, собственно, дядюшке говорят то, что вот тебя девочка искала вот это. Он говорит, а, да, девочка, блин, я же ее там оставил одну. Потому что я не хотел, чтобы она сдохла и так далее. И ты напомнил мне, что мне нужно, в общем, за этими ребятами, за всеми сейчас присмотреть. Поэтому я не полечу домой, и я остаюсь. Собственно, все. А у нас есть победитель первый. Это Сбитрана. Джанте тоже стоит на телепорте уже. Сейчас его отправят домой. Дэвил Тифа тоже добежал до дядюшки. Ну, тут, конечно, прям в одни ворота, если честно, было. Три раннера просто настолько оторвались от других. А кажа, что у нас, кажа, кажа слился, что ли? Консинул. Они продолжают. Ну, кстати, тоже на ледяном уровне. Молодец. Никого нет супер далеко. Прям супер далеко нету здесь таких людей. Джанте сейчас отправляется у нас на установке обратно домой, на землю. Которую построил отец, чтобы... Ну, точнее, не отец, а дядюшка. Чтобы попасть домой. Но он решил не попадать домой, он решил остаться на этой планете. С этими чуваками страшными. Хотя дядюшка сам выглядит не очень прям прикольно. Кучника, кучника идут. Какие игры еще будут, ребята? Пока известно только три игры. Сегодня будет анонс после этого турнира, какие еще две игры разлучат. Пока игры находятся в сюрпризе. Я знаю, какие игры будут, но я не буду говорить, потому что, ну, никто не знает. Из раннеров. Кроме организаторов и элитки, никто не знает полного списка игр. Так что поберегите. Поберегите. Так, ажа у нас, к сожалению, что-то не получается. У него страточку сделалась. На чекпоинте застрял немножечко. Но это, ну, очень тяжелые страточки, ребят. С точки зрения спидрана, игра далеко не самая легкая. Опять не долетел. Ну ладно, нормально. Упал опять. Не получается у Кажа, к сожалению. Фраг Брингер врывается у нас. Тоже на финальный, на финальный шаг уже. Керпук-пук. Пуик-пуик. Очень тоже близко к завершению. Все, фраг Брингер тоже у нас добрался. Таки до костра дядюшки ему совсем чуть-чуть осталось. Музончик-то какой, а? Кто залип в плюс в час? На музончик. Я слышу речь. Ну, это ничего нормального. Все, у нас Пуик-пуик нашел дядюшку. Сейчас тоже полетит домой. Кажа, кстати, с таймером бежит для себя, скорее всего. Но он только отвлекает, если честно. Мне кажется, в гонках как раз-таки лучше было бы без таймера. Ох, фраг Брингер сейчас чуть не слетел. Вот формы. Ну, вот как вы видите, нам показывали до этого только лидеров, да? Как они все гладенько и круто делали. А тут вот смотришь, ребята, которые уже, ну, не так все четко делают. И понимаешь, что не так-то все и просто, как казалось. Вот смотрите, нам опять ватника русака показывают в очках. Говорит, ты, я остаюсь. Справа внизу, если вы посмотрите, был ватник русак только что, собственно, персон. У нас, соответственно, будет еще потом несколько гонок, чтобы все пробежали, все участники. Посмотрим, будут ли откровенные лидеры, как вот с бедран, например. С бедран очень хорошо бежал, ребят. Вот нереально круто бежал. Хотел сейчас каждый себя через текстурки протолкнуть, чтобы пролететь всю пещеру. Там можно скипнуть, кстати, кат-сцену, когда вы заходите в пещеру, начинается диалог. Но если четко попасть, ребята, четко запустить себя с помощью ботинок, установки вот этой ботинок, ракет, ракета-ботинки, можно пролететь практически весь костер, практически всю кат-сцену, и потом уже начать реально выжимать ближе. Тратишь меньше времени. Все будут абсолютно разные игры, ребят. Я уже говорил, что были игры, такие как... Сейчас еще раз вам список прочитаю. Вот то, что было. Shovel Knight, Castlevania, History About My Uncle. Как вы думаете, Shovel Knight и History About My Uncle это похожие игры или не похожие? Вообще абсолютно разные по жанру игры будут. Конечно же, мы, скорее всего, здесь не увидим соус-игр, потому что, ну, два часа спидран один, плюс готовить за пару недель ты не подготовишь нормально. Четко на музычку подрубили, сейчас как раз таки, как ребята фейлисты показывают. Фраг Брингер тоже прошел игру, красавчик, поздравляем фраг Брингера. Из Бена Хилла. Ну, можно попробовать из Бена Хилла, но... Она будет забанена, скорее всего, так что нет. Илон Маск у нас, ребята. Еще, оказывается, все это время бежал у нас Илон Маск. Но Илон Маск что-то отстает немножечко. Кстати, я бы сказал бы Илону Маску, если бы в реальной жизни было бы такое вот устройство, такой костюм. Как тебе такое, Илон Маск? Вот, было бы прям прикольно. Кажа продолжает фейлить все еще. Жестко причем. Подождите, а Макс Кинниас у нас еще даже... Ух ты, он еще даже не во льду. Обалдеть, он что-то, только подрубил, что ли? Я то все это время он первый раз проходит эту игру. А то он только попал сейчас на уровень дирижаблем. Обалдеть. Походу, дело только начало. Либо все это время просто старался. Быть не может такого, да? Ну, ты знаешь, на самом деле, технологии как бы развиваются. И если бы ты вот сказал, там, даже ближайшие, там, 40 лет назад, что будет тот-то или иной устройство, которое сейчас есть, тебе просто рассмеялись бы в лицо и в психушку тебя запихнули. Понимаешь, да? Так что не говори, как говорится, гоп, пока не перепрыгнешь. Все возможно. А незаконы физики развиваются? Ну, физика тоже... Серж, кстати, спасибо за пол. Физика тоже понятие относительное, дружище. Теория относительности и так далее. Много чего изменилось в физике в плане законов. Ближайшие, там, 20 лет те же самые. Каждый раз новые открытия идут. Те коллайдеры, ты что, придумали просто так, что ли? Если бы ты 20 лет назад сказал, давайте коллайдер построим, там, бозон Хиггса и так далее, тебе бы так же рассмеялись в рожу. С калькулятором, наверное, с калькулятором играет, да. Мистер Тартео Прунес тоже у нас прошел игру, поздравляем его, 36 минут. Ну, там еще уровень дальше с мастерской, но они, видимо, решили первую мастерскую включить в спидран. А остальные... Элгерин у нас машет ручкой и камерой, когда на дирижабле летит. Бизон, да, Бизон Хиггса, кстати, где он? Давненько Бизон у него на стриме. Ты физик по образованию, хорошо. Ой, у Макса что-то совсем слайд-шоу начался. Влад, между прочим, только что был, 2-2-8. Значит, есть еще и Влад 2-2-8, который участвует у нас в этом ивенте. Молодец. По ходу дела наши ребята тоже участвуют. Это здорово. Соответственно, нам сейчас по очереди пихают всех, короче, раннеров, ребят, которые будут сейчас играть в эту игру, хочу проходить. Потом по результатам у каждого будет свое время какое-то топовое. Будет определен победитель по очкам, которому начислиться больше всего очков. Таблицу нам покажут в конце ивента, скорее всего. Что там в физике изменилось? В теории относительности много чего поменялось, насколько мне известно. Ну, я слышал, я смотрел, короче, я не буду, ребят, сейчас говорить точно, прям точно-точно, но представление о вселенной значительно изменилось. То есть это, я говорю сейчас не про обычные законы физики, там, закон термодинамики и так далее. А вот про черные дыры дофига еще изменилось. И не говорите мне, что нет. Да-да-да. Земля плоская, там все такое. Представление о незаконах. Ну, хорошо. Вот я абсолютно недавно смотрел передачу научную, и там говорили то, что, конечно, законы-то не поменялись, но представление об этих законах, окей, скажем так, что думали, что он так работает, а он работает по-другому. По факту это, блин, изменили закон, но изменилось же представление. Ладно, короче, забейте это, просто, диалоги ни о чем. Очень много модернизируется формулы и так далее, там, формулы меняют. Может быть, какие-то основные законы, да, они не меняются, но какие-то, там, моменты, они меняются. Это факт. Физика по образованию, ну, я понимаю. Пошла жара, пошла жара, ребят. По доброкачественному образованию. Ну, хорошо, хорошо, все, успокойтесь. Так, мы что-то поменяли. Это, кстати, первый ивент, ребят, поэтому я пока что не представляю еще, не представлял, как его организовать, прям по-хорошему, чтобы было здорово. Ну, я думаю, мы что-нибудь придумаем обязательно. Дайте заглянем на основную трансляцию, что там происходит. Потому что, если что-то меняется, то я прям вообще не в теме, получается. Продолжение следует... Вот так вот игра должна выглядеть в реале. Вайтник-русаг опять крупным планом был. Че? Турчан, напиши нормально. Значит, смотрите. Сейчас давайте посмотрим, поинты. Че там на сайте есть. Так. Сейчас один моментик, ребят. А, нам показывают табличку как раз-таки. С бидран у нас первый. За 29 минут, кстати, прошел. Это очень классный результат. Нам показывают табличку сейчас всех. Не стали дожидаться, когда он получает 202 очка, кстати. В сумме. Жанте был второй. Ну, видите, они реально прям очень кученько, ноздря в ноздрю. Девилд Сифа, он зафейлил прям там 3 раза. Даже 4 раза где-то. Очень по-жёсткому. Резетовал. Все равно 3-й прифигачил. Очень кучно пробежали. Но с бидран у бидрана раунд был очень-очень качественный. Ох, уж этот спектрум. ZX Spectrum Music. Что-то я прям проникся ZX Spectrum обратно. Ну, как вам, ребят, игруха ZX? Точнее, sorry about my uncle. У них очень сильные, кстати, мощности в плане серваков. Всех раннеров вот так вот посмотреть. Видеоряд захватить на своем RTMP серваке. Это очень сильно. Организация прям на уровне, ребят. Просто на уровне. Да ладно тебе. По-моему, спидранчик прикольный. Как что смотреть? Ну, разумеется, самое интересное, ребят, будет на финалах. Нет. Я думаю, что нет. Ясен пень, что самое интересное будет на финалах. Я вам сейчас, ребят, потом попозже покажу еще другие, как бы, прошлогодние гонки. И, ну, с финалов, допустим, где четыре человека реально фигачат. Просто сейчас очень много народу, конечно, идет отбор. И транслируется отбор. На прелимах, допустим, в дотку, да, где дотку в отборочные групповые, тоже не так много народу смотрит. А когда идут уже финальчики, прям жесткие, там очень много народу собирается. Ясен пень на финалах, круто смотреть. Вот финал по Дарк Соусу будет, гонка по Дарк Соусу завтра в 9 часов вечера. Вы думаете, что мало народу соберется? Мне кажется, много народу придет на финальчик-то завтра. Ну, а здесь что? Три человека просто супер доминировали всю гонку. Просто три человека доминировали всю гонку. Один из них выиграл, причем на 30 секунд. Обогнался. Ну, там очень легко зафейлить, очень легко затупить. Да, конечно, завтра будет подруг в 21.00, ребят, гонка. Подруг будет чуть пораньше, наверное. Потому что я планирую начать где-то в 20.30, чтобы заранее объяснить всем основные скипы, основные моменты. После чего просто в гонке уже заниматься непосредственно таким неподробным комментированием, а просто так посидеть у Дарк Соусу рафлировать. И при этом он, кстати, отстал реально от мирового рекорда. Давайте посмотрим, Zipia, насколько от мирового рекорда отстал. Он же вообще очень близко. Сейчас, давайте спидранком. Он очень близко прямо к мировому рекорду. No fling 27.43 мировой рекорд. А братишка у нас прошел за... За 27 минут. Ой, подождите, они еще сейчас категорию другую будут ранить. Поехали, раунд 2. Тыщ, let's go. Слушайте, ну, есть как бы ряд, конечно, моментов. Я понимаю, что если ты не фанат, как бы, спидранов, да, то... Что, все по-новой? Да, второй раунд. Раунд 2. Fight. Все, посмотрим, кто выиграет. Еще наркоман-то. Что такое? Я что-то не понял. Сейчас посмотрим. Я сейчас другая категория будет с fling. Будет прикольно. Но я сейчас не буду... Ну, будет та же категория, а просто второй раунд. Я просто, ребят, честно сказать... Не знаю, сколько раундов здесь будет, но... Блин, слишком много, конечно, экранов. Вначале. Но все равно прикольно. Момент фейла убирают, типа, киберспорт. Ну, тоже, правда. Ох, Джанте как разогнался-то, емазая, нифига себе. Ого! Вот это сейчас было суперкрутой момент со стороны Джанте. Офигеть. Сейчас посмотрим. Станет понятно, если это другая категория с fling. Только тогда, когда они подберут... Обилку Человека-паука. Паутину. Только после этого. Блин, Джанте что-то прям очень жесткий. Ага, с бедран зафейлил. Все, Джанте подобрал. Не, это та же самая категория, просто второй раунд. Дают возможность отыграться. Людям. Ну, убираю, да, элемент рандома. Он, кстати, тоже резетнул. Опять не долетел, лоу. А с бедрана уже раз и вырвался. Жесть. Ну, кстати, у нас с девелтифа сейчас впереди лидирует. Ну вот, не, на самом деле, ребят, не знаю, что вы такое говорите. Я согласен, что, может быть, кому-то неинтересно, когда ты не понимаешь, не разбираешься в игре. Но когда ты понимаешь, что происходит, когда ты смотришь спидраны, где даже четыре человека примерно одинаково бегут. Вот они сейчас реально все находятся в одинаковых условиях. В одинаковой форме. Это очень прикольно смотреть. Мне, по крайней мере. Может быть, конечно, что-то организационное можно поменять, какие-то вещи и так далее. Вы предложение-то закидывайте. А то просто так сказать, ну, хуйня какая-то, типа, мне уже неинтересно смотреть одно и то же. И так далее. Ну, формулу один же смотрят, где один и тот же круг, только время разное у людей. Где-то тут накосячил, где-то там подрезали. Прикольно, конечно, если всех в одну игру запихнуть, где они видят друг друга, на пятки наступают. Как помните, мы с Ватой, когда в Чайка с горшком играли, где просто пять мужиков в горшке бодают со своими кувалдами. Не, очень прикольно, ребята, все хигачат. Когда скилуху смотреть прикольно, но когда фейлят смотреть, вот это неприкольно, согласен. Но они очень круто затренили. Фишка-то в том, что, ну, вы просто не понимаете. Вот один ивент, да, гонка есть. Они убирают элемент рандома несколькими раундами. Плюс. Фишка же не только в недельном ивенте, это на дистанции. То есть потом самое главное, ивент-то будет уже потом. Он, кстати, сейчас успел по сайклу с бедраном, чудом просто успел. Не, не успел потом в итоге. Воу. Я опять не успел. Фишка-то как раз-таки начнется уже, когда финалы начнутся от Бору. Потому что ты же на дистанции, у тебя же не одна игра. Это же не турнир одной игры, как Dark Souls. То есть одну неделю, да, хорошо, одна игра. Другую неделю, другая игра. Я точно не уверен, не знаю, там, правила смотреть. Надо потом будет попросить просто ссылку на правила. Там для каждой игры отдельные правила, ребят, делаются. Помните, допустим, мои турниры по Харстоуну без огроты и всякого дерьма? С фиксами и так далее. Вот тут примерно та же самая история. Сказать то, что дерьмо или не дерьмо, всегда просто. А вот сделать по уму, это не так всегда очевидно и просто. Здорово, Яндекс. Я разыскал слово дерьмо. Ничего не происходит, игра такая. Но ты видишь, тут тоже все индивидуально. Игра-то на самом деле, на мой взгляд, для спидрана прикольная. Все равно, что дифраг смотреть в кваку. Где сроки джампами, плазмобустами и всем остальным. Я согласен, что в Шавл Найт, конечно, по-прикольней смотрится. Как вы видите, если посмотрите в правый верхний угол экрана, то луч можно притягивающий закинуть только тогда, когда подсветится прицел у тебя. Если он не подсветился, то расстояние недостаточно, либо фейл как бы. Соответственно, это был фейл. Но опять с бедра на показывает, потому что он тащит. Жестко тащит. У меня, кстати, новый участник, по-моему, сел Рекфер и до этого не участвовал. Вы зацените, просто сколько здесь во французском комьюнити, сколько спидранеров, которые готовы учить игры всякие различные и так далее. Да, был разве? Я его просто не заметил. Ну ладно. Был прикольно наш какой-нибудь такой сделать тоже, где чемпионат России по спидрану КП. Надо будет заморочиться сделать. Оба-на, это что из думы же тречок подъехал. Давай, я даже это закину в чатик. Ох, с бедра он сейчас был близок к тому, чтобы зафейриться. Дум или Dishonored поранить. Ребят, ну, задумки-то есть, но, понимаете, а время-то где мне нарыть? Где мне нарыть время-то на все? Понимаете, я хочу на самом деле, я вижу реально большой-большущий потенциал вот в этом формате, ребят. Просто, ну, то, что смотрится как бы так, ну, надо просто прийти к этому. Не все делается сразу. Ой, он упал, джанта. Джанта упал, к сожалению. Печаль, беда. Не все делается сразу. Хороший формат и хорошие какие-то такие крутые вещи, они приходят со временем. Надо что-то где-то доработать. Вы просто вместо того, чтобы говорить говно, фуфло и это, просто предлагайте идеи нормальные, конструктивные. Не, там не только французские спидраны, а все англоговорящие. Вроде был какой-то чувак с ником vlad228, но... Куда-то он быстро пропал. После vladborna что будет? Афиг знает. Червяк джим. Четко сделал вообще, супер. Ну вот джанта сейчас прям наступает на хвост просто с бедра, ребят. Любой фейл с их стороны просто будет, ну, приведет к поражению потенциальному. Канал оставить меня поменять просто? Угу. Нормальная идея. Неплохая. Хорошая тамада и конкурсы, интересная. Сейчас опять будет часть с глазом. Где, как вы помните, в открытый глаз, когда глаз открыт, надо стоять на месте и не двигаться. Иначе джи-джи будет. Иначе будет джи-джи. Ну вот опять у нас три абсолютно одинаковые, одинаковых раннера находятся вот прям вот просто ноздря в ноздрю. Не знаю, это очень круто, ребят. Это даже четвертый рядышком тоже есть. Но он остается секунд на 15, не знаю. Ну, вы просто представьте, ребят, какую скиллуху нужно иметь, чтобы вот за 10-10 игр выучить за такой срок, который тебе дают. О, рофли-то надо глазиком. Ну, согласитесь, что это круто. Так, в бедрам все еще лидирует, ребят, у нас засекаем время на сколько. Ну, вот 10 секунд, ребят, просто 10 секунд, не больше. Это очень мало. Давайте, ребята, не фейлим, давайте, догоняем его. Я хочу другого победителя. Но люди все те же самые сейчас у нас лидируют. Вот это супер классный, зрелищный, ребят, левел смотреть. Он, кстати, пробежал сейчас по низу специально, чтобы чекпоинт здесь взять на всякий пожарный. На случай фейла. Да, офигенный уровень, просто супер динамично смотрится. За деревьев сцепляемся. Четко. Вот этот левел, кстати, с мельницами очень сильно доставлял неприятностей. Аласкан Сэвэджу, если вы знаете такого стримера. Прикольный стример, кстати. Я у него в первый раз увидел эту игру давным-давно. Бородатый. Бородатый два года назад где-то. Или около того. Музыка. Продолжение следует... 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 теперь у нас джанта впереди офигеть просто как так у нас 4 рано ребят идут просто очень близко друг другу капец сейчас как раз таки будет ледяная пещера последний уровень ну и для синглплеера надо понимать что что ребят в синглплеере когда ты играешь игра так быстро не проходится потому что она достаточно тяжелая вот бедра на 5 упал лол не может пройти он реально застревает здесь каком-то фрейме в каких-то текстурках и смотрит какие-то чудо фигня и мы видим да у всех ранеров ребята есть такая фишка камеры трясти когда что-то не устраивает например в dark souls и тоже мы видим как тот или иной раннер начинает панически всякие всячески пигачить он что-то делаешь с бедра на что ты делаешь он что-то руинит ребят специально что и руи начинает камеру крутить да но там какая-нибудь ересь есть происходит то начинает камеру вращать джанта тем временем у нас уже символы спамят во все сейчас он полетит на пепелация в ледяную пещеру с бедран всячески пытается как раз кида дирижабли добежать еще никак не получается ну вот а вы говорите зачем раннеры зачем второй раунд или типа того чтобы не решалось все в одном ране в одном забеге посмотрите с бедран выиграл в салат просто предыдущую эту вот он уже позади а до этого он тогда был впереди на секунд 30 раз и почти что на протяжении всей гонки айван тоже мотал камерой на новой рину или когда когда рад тоже перед тем как выр поставить начинают они все без микрофона гоняют чтобы чтобы не отвлекаться не разговаривать и так далее это я только считать во время своих спидранов и чатик читаю и микрофон базарю а все задачи они как правило не микрофон нифига ничего но я помню вот свой турнир по варкрафта например ли абсолютно на любом турнире у тебя когда важная какая-то катка когда ты уверен что противник играть в принципе умеет еще при этом капец кстати адреналинчик подскакивает ребята нормально так подскакивает так что прикиньте у них какое-то же адреналинчик когда ты бежишь если еще и видишь где твой соперник там вообще пипец он джант у нас сейчас лидером является спидран только только отправляется в ледяную пещеру все слил все слил все это время он реально три раза резетнул там этот уровень с мельницами ветряными не 322 888 чё же вы забыли про восьмерки что ли мем как китайцы спамят восьмерки при руинах в чатике ну вот видишь даже если фантом на тебя такое давление оказал а теперь представьте что здесь происходит ну тебя всего неделя для того чтобы подготовить короче спидранчики парень за неделю затренил игруху так что бегает блин на две минуты хуже в эр да вы чё я конечно самая худшая не самая сложная игруха не все не из разряда серии соус но но все равно это очень прикольно не вчера брут выиграл блин джанта очень круто бежит ребят пипец просто круто да вае он хорошо разогнался пролетел весь костер ребята забрал айтем у джанта еще и скипчик получил сейчас достаточно тяжелый скипчик я думаю что джанта точно уже будет победителем на что он дальше тяжело где-то зафейлить ну все возможно конечно не будем про это говорить дил тифа кстати его прям прям на пятки наступает реально тоже уже вылетел хренеть ну просто брут так сильно не фейлил как сас там же достаточно много фейлов был усасован пять минут читать потерял особенно еще в конце над вот кстати как я вам говорил да про 31 фпс а без 31 фпс невозможно залететь туда щас куда залетел джанта у нас потому что у тебя реально баф от точнее время действия ботинок ракетных установок длится дольше на пару фреймов этого как раз хватает чтобы залететь повыше чуть ну все джанта сейчас финишная прямая ребята не самая конечно приятная финишная прямая но и не самая сложная ой 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 он не попал щас о фух попал если он сейчас в это не попал ему не хватило энергии горсинта полу толпой форт нихт не знаю ребят посмотрим ничего не обещаю как мы толпой пойдем если максимум четыре человека в команде объясни мне все джанта победил у нас ребят офигенно смотрим следующее следующее должен быть девил тифа на самом деле должен быть следующий он совсем близко есть тоже вот совсем чуть проиграл просто совсем чуть проиграл но сейчас селрик тоже приближается к финишной прямой с бедран тем временем кстати там по на фейлил так много что отстал откровенно час будет четвертым фу так не 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 сейчас в р не поставили потому что здесь они они бегут не по всем правилам которые основная категория идет в основной категории ты стартуешь без воркшопа без начального уровня ты его скипаешь но и играешь потом в воркшопе другой в концовочка то сейчас его отправили наверх как бы домой и там еще есть уровень и плюс кат-сцены надо посмотреть то есть 27 минут с кат-сценами а он сейчас сделал 26 минут вр прибежал там где-то за 25 с лишним сейчас на минуту хуже вр было они тут немного по-другому делают войсуки смотрите снизу нам сейчас подключит войсуки блин а чё зипит так фигово бежит он же был реально уже были близок к концовочке даже не четвертым прибежит учатом где-то зарунил что лечо как он умудрился заруинить то все изов его баб конец ох войсуки как разогнался там концовочка очень сильно у него очень мощно идет поход сгорел до вот зов войсуки сейчас вообще ноздря в ноздрю приближается еще с бедран пытается их догнать ну войсуки делает неправильно здесь надо надо прыгать толкаться есть давайте кто из них выиграет зов наверно выиграет до зов быстрее оказался чем войсуки ну айсуки сейчас идет пешком он кстати не пролетает к сцену даже даже с бедран его обогнал но сочнее не на него прямо рядышком рядышком находится сейчас это музычка идет с основной трансляции блин офигительно просто очень классная гоночка ребят че ну и и и и Так, надо запомнить, что у нас на спидгейминг, да, было? Было многоязычные трансляции Ну, они просто, да, они просто ретранслируют, ребят, поток Окей, я вас понял Это что такое? Что ты скинул? Доуп Бёрн Это так эта песня называется? Морально сдал Да, вряд ли он морально сдался Просто, ну, бомбанул, наверное, скорее всего Ну, вот вам, пожалуйста, почему делается два раунда Может быть, сейчас и третий будет Два часа вообще ивент, кстати, вряд ли будет сейчас Как раз таки 8 часов заканчиваться все должно Они сейчас должны объявить победителей и две игры еще Которые, не зря, видеть, которые будут следующие На следующей неделе, кстати, не будет этого ивента Там выходной у них во Франции какие-то дела там Вот оно и к лучшему, потому что у меня тоже дела На следующие выходные Они очень близко, ребят, проходят Но считайте, вот все участники Которые, они прям топ-20 занимают сейчас практически Лидерборда Потому что там достаточно так все Кучненько идут Ну да, формат, конечно, такое То есть они еще не все Не у всех все с трансляцией нормально, да И плюс еще Не все начинают в одно время Да, сегодня только эта игра Но потом, когда закончится этот ивент Мы поиграем во что-нибудь другое Ой, ББ сейчас чуть не упал ББ, что ты делаешь? Ну, финишная прямая осталась Он чуть не упал за меня Сейчас бы слился Красиво слился причем Вот, Влад, 28.00 Я думаю, что он где-то из России Мне кажется почему-то Да, если, кстати, кто-то хочет, ребята, из спидранеров Если сейчас есть такие Участвовать в этом турнире Напишите Можно сейчас все еще войти в турнир Посоревноваться с пацанами В легкую вообще Конечно, это будет непросто, как вы видите Тут жестко достаточно все Жесткие ребята бегают Саблех Сабл ех Звучит как сабля Драконец заканчивает у нас за 33.49.50 Сейчас, когда его телепортнет наверх, то GG Ну, соответственно, они еще сегодня заанонсируют Какая будет игра следующая Для следующих игры Субтитры делал DimaTorzok Посмотрите, какое качество стрима у саблеха Хреновое Просто пердония Что-нибудь из нового? Не знаю Раза вообще Без понятия Да, понятное дело, что не у всех спидрунеров мощные компьютеры Понятно Что же ты сделаешь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ох, Explode your ear Кстати, показывает нам финальную концовочку Титры Где вылетает как раз-таки фоточка Главное героя и дядюшки Потому что дядюшка домой не вернулся, ребята Дядюшка не вернулся домой Дядюшка остался там Ну и, собственно, время вышло Смотрим победителей Сейчас нам покажут таблицу По общему зачету, я думаю, что с бедра она кажется, кстати, не на первом месте уже даже Потому что он там месяца на шестое слетел Вообще суровая гоночка, ребята Папец Очень близко все проходит Серьезно? Эти черная пантера заехала? Да ладно? Ты что, заболел? Вообще, по-моему, не очень Я вообще сидел, фейспаун просто не спадал с моего лица Да Ну, хорошо, раз-два Раз-так, так-так Раз-два, раз-так Получается, Джанты у нас теперь на первое место вырывается И он, кстати, 29.54 показал Офигительно У него 395 очков Дэвил Тифа второе место И зипи у нас третье, кстати Но все равно у зипи предыдущий ран был гораздо быстрее, чем сейчас у Джанты Вообще капец Лучшее время турнира на текущий момент Мы видим, что у зипи было 29.46 Офигенно У нас табличка, ребят, с очками Вот это все Вот это вся табличка очков Она Кстати, Муму Диди не закончил Хатшедл тоже не закончил Ну, бывает, фраг-блингер тоже, кстати, не закончил Вот сейчас они заканчивают как раз-таки Ну, бывает, что они не все дошли, как говорится, до конца Как обычно во время марафона Бывает, да, когда Убежало столько-то участников Добежало гораздо меньше Или в ралли, например, тоже не все участники доезжают К сожалению Ну, это, конечно, супер-мощно Мощные ребята За неделю так рано подготовить Это прям достойно, ребят Это очень достойно Красиво То есть, кстати, надо еще Я до конца не понимаю На самом деле специфики Как там орги подходят То есть, вот сейчас у нас, допустим, идет Изучение Турниры для тех, кто изучает спидраны Да, получается А потом, когда отборы будут Будет основной ивент Где все 10 игр будут проходить еще раз Но уже Когда изучили Раны Все будут гоняться еще раз Уже прям Мощно гоняться За выход в финальчик Зацените, сколько очков слил нас за зипи Пипец Он на 20 очков отставит от второго места И на 25 от первого Очень много слил очков за последнюю гонку Там 6-й прибежал Таблицу, где все игры посмотреть Которые есть на текущий момент Заявили Я, конечно же, знаю Весь список игр, но Покупить я его, конечно же, не буду Потому что это инсайдерская инфа и все такое Ну и надо подумать, как это все дело Лучше подать тогда Потому что Ну, не на тренированному глазу Конечно, напряжено смотреть на 4 окна Но Профессионально Я вам хочу честно сказать То, что Так как я человек, который давно смотрит на турниры Да, на какие-то такие ивенты Что у них организовано все максимально Лучшим образом Для того, чтобы смотреть На основной экран Да, конечно Для людей, которые не разбираются в игре Им будет очень тяжело смотреть Прям нереально тяжело Понять, что здесь вообще происходит Но для людей, которые Типа, как я Примерно шарят Чего-то вот куда И Глаза не разбегаются Все здорово сделано, ребят Просто все офигенно Можно попробовать Будет врубаться Не на Отборочный Да, уже на финальчике Потому что отборочный Не так интересно, конечно Смотреть Но у нас Как я говорил Уже в мае ивентов Просто до жопы, ребят Будет Еще, наверное, ирл-стримчик подруем На следующие выходные Там Позырим, что Как получится, ребят Надо будет Разобраться Ну и подключим Побольше народу Для того, чтобы Комментировал Комментировал Не только театр Одного актера В виде меня А побольше Побольше людей Может быть я еще Спешусь с ними Чтобы они мне Не музыку крутили А реально Звук игры Хотя бы Звук основного экрана Вам как, пацаны? Лучше Чтобы звук игры Было Или музыка Скажите, пожалуйста Инфосод Зафоллоился Ничего себе Я думал Ты уже давно Это сделал Че Это только сейчас Как так-то Как все не стыдно Фу-фу-фу Вообще Давай, Гопстар Я сейчас пойду пожру Кстати, и заново Врублю Когда закончится Трансляция Я пойду пожру И сделаю перерывчик Небольшой И отдохну там Музыка уж больно В сон-клоне Понятно Я понял вас Хорошо Смотрим Мега-заставочку Я думаю Что нам тоже Наверное На финальчике Будет как-то В студию Какой-нибудь Зарыться Забуриться Организовать Все здорово Потому что Это круто Когда ты сидишь Дома на стуле И так далее Но это вообще Непрофессионально Ни разу Дома на стуле Дома на стуле Это следующая игра Ребят Будет Spectral Blade Ну кстати Очень похоже На ту игру Которую мы Сейчас смотрели Дома на стуле Дома на стуле Твича В дискорде И Ну тогда Ты будешь Сабом Там автоматически Все назначается Так Еще одну Они должны Заревелить Игру Сейчас Окей Spectral Ball Double Jump Double Jump Glitchless Будет категория Ребята у нас Если кто не в курсе Так И другая Еще должны Должны еще Заревелить Игруху Давай Spectral Ball Так Что все что ли Хана Как так то Подождите Две игры должны Должны Заревели Две игры Как вам Не стыдно Может такого быть Ну вот я вижу Что 12 мая 12 мая Они должны были Объявить Еще две игры После После турнира По Истории About My Uncle Я все вижу Но где Где это все Почему я Почему я не вижу Второй игры Так Звук пропал Кстати Rip Rip звук В 2006 Такая же игра Была на Nokia Пироги Надо Кстати Будет Шавел Найт Посмотреть Как Прошел Турнир Может быть Покомментировать Отдельно Потом Будет Разобрать Че Как Там Че Куда Почем Зачем А вот Такие Такие Пироги И че Это все Да ладно Блин Не может быть Я не в курсе На самом деле Я пропустил Орех Эту тему Я пропустил Надо быть Глянуть Ну я гляну Потом Расскажу Ребят Сейчас Пока Чисто Это Надо Позырить Че Как Че Я кушаю Я кушаю Разную Еду Вот Сегодня Буду Рис С курицей Кушать Ооо Так Второй Аннаунс Есть Сейчас Будет Второй Аннаунс Ждем Ребят Сейчас Будет Вторая Вторая Игра На На Следующие Два Тура Озвучено Ух ты Там И Dark Souls Еще Они Как-то Делали Ну ладно Только Первый Dark Souls Наверное Не Процент Хотя С другой Страны Они Бежали На Ниту Зачем На Ниту Бежать Если Не Процент Там Уже Есть Урон Гварп Категория Капхет Ну вот так Вот Еще игра Капхет Вот Совсем не похоже ребят на то что что обычно делали ха 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 ну капхэт я изи как закоменчил я надеюсь что это ну это симпл скорее что будет если это будет симпл то рик найс симпл это значит что не будет последнего босса к сожалению ну понятно получается нас занансили две игры это спектра бол и капхэт капхэт это круто да и спектра бол тоже неплохо соответственно ребята сейчас будут готовиться наши раннеры будут готовиться к